Ученые кажутся, что родовище будовничного камня на территории Лельцеского района это протяг знакомитых Карпатских гор. Их формирование началось еще к лет 450 миллионов годов тому. Сегодня разведанные запасы этой сыровины складаются не меньше 110 миллионов тонн. Причем за 40 годов, покой в Ядеце, я ест добыча, выпрацвана у всех около 10% объема. Минавитостойки часто тут працуют, что обнивает завод Глушкевичем. Для повышения эффективности его работы в рамках Державной Чернобыльской программы три года тому на модернизацию в творчестве накировали больше 30 миллиардов рублей. Это позволило вывести из эксплуатации взношенное обсталевание и снизить себе кошт продукции. Подприятие немного сдвинулось с места. Это была закреплена дробилка конусная ГМД 1750, что позволило выпускать в мелкие фракции и улучшить производительность. Были приобретены 10 автопоездов, которые вывозят продукцию в основном на станцию Житковича для Друзки по железной дороге. После модернизации, возможности в творчестве взросли до 1 миллиона кубометров в камене угод. Этого объема должно было бы обеспечить, чтобы задоволить все потребности дорожно-будовничества. Правда, пока надеи на беспирапинную работу с полной загрузкой возможности не оправдаются, дорожники темпы работ снизили. Но укладенные в модернизацию державные сроки, все-таки, имеют все шансы окупиться. Великие надеи на заводе связывают с новыми российскими контрактами. Коли еще отримаются, что месячно в эту Украину будет загружаться 75 тысяч кубометров в шебню, причем россияне готовы працовать по передоплате. С приходом российского капитала в Уличском районе связывают так само надеи на будовництво еще одного шебневого завода. Правда, по куле этот проект откладен на полный термин. Российские партнеры кажут обжидание повелечить заявленные объемы перепрацовки, а для этого необходимо найти додатковые сроки. А про этот год до 800 тысяч тонн что год. Тут планируют добывать Солигорский институт проблем ресурсов с бережением. Отповедный проект подписан на сегодняшнем Гомельском экономическом форуме. Так званные постчернобырские районы сегодня не только кажут обжидание, а и демонстрируют практичное намагание, полепшись добробытно-сенецтво про максимальное выкористание мясового потенциалу. Природный потенциал, который на благо состояния нашего района, наших граждан будет работать. Поэтому перспективы строительства и одного, и двух, может быть, и трехщебеночных заводов, это реально, это обоснованно, это объективно. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадио-компания Гомель, Леческий район.